Капелла, что, все, набесилось? На месте. Камеру врубил, да. И все. Каменная сумака. Здарова! Предполагаю, что все-таки не весь Питер такой ветреный, а некоторые районы. Вот Парнас, вот 200 метров сейчас от него отходили, угляли с бабакой, и там спокойненько, хорошо, особо сильно не поддувает. Приходишь на Парнас, и начинается эта жопа. Просто бесит, вот прям не могу. Вроде ничего не поменяется от того, что ты будешь беситься, короче. Но, понимаете, вот это надоедает. Это как казнь каплями, короче. Капает тебе, капает, капает, капает. Я так понимаю, здесь из-за того, что очень высокие дома, там всякие нисходящие потоки, и некоторые дома устроены, ну, поставлены таким образом, что образуют, если такой турбоускоритель, реактивную трубу, короче. И там ветер дует вообще постоянно. Чуть-чуть отходишь или идешь там в соседний район, где там поплотнее застройка, менее многоэтажная, и там как бы такого нету нифига. Причем 200 метров мы отходили в сторону Шуваловского парка, то есть по полю вообще вот там. Здесь, конечно, не видно за забором, да, за этим вот, за этой полупицей есть еще, собственно, поле. Это снесли там тоже старую малоэтажную застройку, и вот там теперь большой пустырь. На этом большом пустыре так не дует, как вот между вот этих гиперквартирных комплексов. И вот ты выходишь такой, одел рубашечку, думаешь, ну, блин, потому что ветер. Тебя начинает жестко припекать, ты начинаешь, короче, потеть. Ты снимаешь рубашку и начинает дуть какой-нибудь ледяной ветер. Блин. Одеваешь рубашку, и вот это постоянно термическая обработка тебя, то ли закалка, может быть, тренировка твоих нервов тоже, и бесячество. Блин, бесит, бесит. Ничего не могу за этим подделать. Реально бесит. Ветер такого вот характера меня всегда бесил, чтобы в Самаре что здесь. Причем в Самаре мне казался более назойливым и более отвратительным, чем здесь. Здесь как-то еще снисходительно к нему можно относиться. В Самаре это вообще жесть. Наверное, тоже климат не очень подходящий. А вообще самый прикол в том, это я, короче, камеру от ветра пытаюсь закрыть. Самый прикол в том, что я оказался на севере, да, а хотел переезжать вообще на юг. То есть я хотел ехать в Сочи, а оказался здесь. Но не факт, что там бы я чувствовал себя комфортнее. Там у меня были другие жизненные планы, и, ну, хрен его знает. Не знаю, почему так судьба поворачивается. И причем, знаете, как это бывает? Ты типа стремишься, стремишься, у тебя не получается, не получается. Как бы ты ни бился, ничего не получается. А потом хренак в другое место, и прям вот, ну, легко. На, пожалуйста, езжай. Очень странно. Хотя, хотя, выбрав тогда, предположим, тот же самый Сочи, я думаю, мы бы могли свалить с ровно таким же успехом и туда. Раздолбайство. Хрен пойми. Закончите фразу. Надоел, я хотел сказать. Ну, не Питер, а вот Парнас, ветер, блин. Хотя Приморский район тоже такая фигня. Короче, погода, по сути, она как бы везде такая. Ну, то есть, что в Самаре, допустим, ты живешь, вот, ты катишься на роликах по какой-нибудь полевой, да твою мать, какой же сильный, да? И тут хренак, и солнечные погоды, прям за секунд 30 образуется ливень. Ну, и типа везде такое бывает, в любом регионе, наверное. Не, ну это же просто жесть, ну, сколько можно? Постоянный, постоянный. Я говорю, вот отойти вот на пустырь, Гранд Каньону, не будет такого. Как твоя стрессоустойчивость? Нормально качается? Угу. Ха-ха-ха. Это помогает контролировать гнев? Сейчас об этом поговорим. У-у-у-у, сука! Добрый, блин! Быстрее, бабак намутил и будку. Классная будка, бабак. Блин, умещается ведь во всякие штуки, а? Морда грязная. Хочу, чувак. Она так реагирует на слово «хочешь» и идет к ништякам. Не-не-не, все, давай. В общем, я тут пытаюсь вроде как бороться со своим гнивом. Спойлер. Слабо получается, но как-то получается. Знаете, бывает такая тема, что ты в попытках что-то поменять начинаешь загоняться над этой темой и только ее усугубляешь, углубляясь в нее, а на самом деле не меняя. То есть, допустим, попытка бросить курить превращается в множество этих самых попыток без конкретного действия именно бросания. Ну, типа такой пример, ну вы поняли, короче. Вместо того, чтобы просто, допустим, не злиться и не обращать внимания на какие-то вещи, да, и менять отношения к этим вещам, ты пытаешься усложнить этот процесс, и у тебя получается хуже. Короче, такая фигня. То есть, о чем речь? Периодически бывают такие моменты, наверное, у всех бывают такие моменты. Ну, ты берешь там, взрываешься, да, какая-то истеричность что ли появляется. Мяк, можешь как это-то описать по-другому? Вот мои вот эти вот... Выплевки гнева. Ну, гнев, да, ну, гнев. Вот. Это... Ну, вот эти моменты гнева, они показывают, как я понимаю, да, мое какое-либо отношение к определенным вещам или слабость к этим вещам. То есть, я могу разозлиться тупо из-за того, что... Мне сложно начать, например, записать видос, допустим. Типа, вот я хожу, короче, там, могу три часа ходить и тупо не начать, короче. Могу взять камеру, сказать привет и... Вот как было сегодня, например. Здорова. Всегда после здорова наступает какая-то херобора, короче. Я не знаю, что говорить дальше. Вроде такой думаешь, ага, сейчас начну. Сейчас вот, ага. Просто привет и погнали, короче. А что погнали, хер его знает. У меня прям... Куда погнали, что погнали, не знаю. Ну и как бы такая фигня. И это все накручиваешь, 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 потом, бам, взрываешься. Происходит небольшой взрыв, выплеск гнева, да. Ты вроде удовлетворил потребность, да, вот в этом... Ну, то есть удовлетворил, дал слабинку себе и дал выплеск этому самому гневу. Я воспринимаю это как слабость. Ты не смог властно, да, над собой удержать этот самый гнев и потом как-то здраво, со здравым смыслом эту ситуацию разрулить. Ну, какую-либо ситуацию, да. Что в итоге приводит тебя к стыду за свое же поведение. И это стрёмно. Сегодня я проконтролировать попробовал такой процесс. Меня что-то начало бесить. А, сноуборд, короче. Жена купила сноуборд и уже несколько месяцев мы не можем этот сноуборд забрать. То есть там бывший сноуборд у девочки лежит, с которой мы когда-то работали в спортмастере. Она продала свою там первую или вторую доску, первую доску с крепами. Вот, мы, короче, денег ей перевели. Но несколько месяцев у нас не получается, чтобы она там завезла через две остановки, если она не переехала. Либо чтобы наша сестра там, точнее ее сестра, уже все наше, да, в своей семье, ее сестра забрала, пока была в Самаре, потому что он в Самаре находится. Они скоро будут переезжать в Питер и привезут. Ну, короче, это неважно. Так вот, мы задумались на этой ситуации, и я такой раз, и что-то сматерился, начал гневаться, и такой оп, думаю, заткнись, заткнулся. Прошел, что-то погорел внутри себя и перегорел. Три минуты мне понадобилось для того, чтобы просто перегореть. Чтобы просто вычеркнуть из своего ближайшего будущего моменты стыда за свое поведение, моменты, когда ты, ну, я очень сильно много рефлексирую, да, по поводу этого, по поводу вообще всего, то есть я постоянно анализирую свои поступки. И вроде бы действие хорошее, да, как и многие говорят, но процесс очень тяжелый, медленный, и кажется, что ты особо сильно не меняешься. Возможно, это заметить только, я так думаю, в долгосрочной перспективе, и особенно если это дело там записывать в памяти, ты в прошлом можешь быть немного искажен для себя настоящего. Блин, может быть, как-то слишком замудренно, говорю, хрен его знает, наверное, вы понимаете. Ну, вот так вот работают мои мозги. Короче, в данный момент вот борюсь с гневом, пытаюсь быть более спокойным. Хрен знает, когда я дал слабинку, возможно, это было связано как раз-таки с алкоголем. Ну, типа, бухал, да, и у тебя мозг разжижается, разжижается, все твое поведение разжижается, твоя речь, и ты становишься просто жидким. Вот и все. Теперь я делаю себя обратно человека. Кстати, время-то летит, вот куришь ты, не куришь, пьешь или не пьешь, а время идет, и уже как 7 месяцев после последнего выпитого алкоголя прошло. Представляете? Седьмой, точнее, седьмой месяц идет. И это офигеть. Чуть-таки ты оборачиваешься назад и думаешь, вау, а скоро уже значительные изменения могут происходить с моим организмом, благодаря тому, что я принял когда-то такое решение. То есть до Нового года я не попил. Вообще, на самом деле, много не пью. До Нового года не попил, там, 3 месяца, а 4 месяца у меня даже был видос на втором канале, можете посмотреть, 120 дней без алкоголя. И сейчас уже идет седьмой месяц после того, как после тех четырех месяцев я выпил все-таки и еще раз бросил. Вот теперь это уже так конкретно, и, типа, я не употребляю совсем. Сейчас даже и с вейпом так дела обстоят. Я, вон, могу его не парить целыми днями. И потом вспоминаешь, вроде раз попарил, и то без никотина, потому что никотин что-то на живот мне не очень дает. Так вот. Короче, пытаюсь внутри, своим внутренним голосом затыкать себя, когда я иду в какой-то разнос, да, когда мне хочется, когда вот внутри начинается какой-то поджог вот этого самого взрывоопасного вещества, я не знаю, как порох начинает гореть внутри, и ты такой... Но если посмотреть на себя в этом состоянии, снять это состояние, и когда ты отойдешь посмотреть, каким ты был, это ужасно. Это стрёмно, ничего хорошего, это выдает только твои слабости, твою сущность. Вот. И даже бывают такие мысли, что вот так вот рефлексируя, ты думаешь, блин, я начинаю себя ненавидеть еще больше, чем когда-то в моем 2007. И уже прям по-настоящему. Но это все тоже проходит, двигаться надо, пока живем, мы можем все что угодно. Ну или хотя бы пытаться. Короче, сложная, долгая, длиною в жизнь упорная, с переменным успехом и упорством работа над собой, которая приведет к каким-то результатам, возможно, скомпилирует из меня какие-то лучшие качества. Хотя все так относительно, короче, такая большая запутанность и беспорядок в моей голове. И иногда, выражая свое мнение относительно других людей, я понимаю, что, возможно, я говорю о себе. Где эти границы хрен его знают? Уже 30 лет я ничего не понимаю. Мях, ты понимаешь что-нибудь вообще в этой жизни? Вот так вот. Дебил, блин. Пока.